всем привет сегодня покажу как шить простынь на круглую кроватку диаметром матраса у нас будет 75 сантиметров и высота где-то около 12 сантиметров но мы будем шить на универсальную высоту нам нужно вырезать квадрат размер примерно 77 на 77 сантиметров то есть получается 75 сантиметров плюс прибавляем каждой стороне припуски и получается у нас 77 сантиметров можете вырезать немного больше для высоты матраса для полосочки нам нужно вырезать ее где-то сантиметров 18 и плюс полтора два сантиметра на подгибку низа получается можно около 20 сантиметров вырезать либо можно поступить другим способом то есть берем наш диаметр 75 сантиметров и прибавляем нашу высоту умноженную на 2 предположим у нас высота 12 сантиметров то есть умножаем ее на 2 будет 24 и прибавляем 75 сантиметров получается почти метр и плюс еще на подгибку но можно взять это 102 сантиметра чтобы был диаметр и мы под подгибаем только край с резинкой и все получается у нас такая круглая простынь я буду показывать как шесть вторым способом какой же сказала вырезаем квадрат 77 на 77 сантиметров и полоска у нас будет длиной больше двух метров но где-то может 220 лучше вырезать запасом если она будет примеру 230 видному уже два с половиной метра лишнее мы все равно срежем высота у меня будет 20 сантиметров после того когда мы вырезали детали нам наш квадратик и нашего квадратика нужно вырезать ровно круг для этого мы складываем наш квадратик по диагонали такой вот треугольник один раз лицом во внутрь лицо к лицу получается и второй раз вот такой вот у нас получается треугольничек и теперь мы делим наши 77 с половиной на 2 получаем 38 с половиной и теперь мы откладываем эти 38 с половиной с помощью сантиметровой ленты по всему нашему треугольничку делаем часто такие насечки если вы допустим делать несколько простыней тогда легче сделать такую заготовку из бумаги то есть вырезать квадратик из бумаги 38 с половиной на 38 с половиной и вот таким же образом сделать закругление и будет намного проще потом приложить эту заготовку на простынь и вырезать теперь соединяем эти наши точечки можно соединять нужно сразу вырезать и получается у нас полукруг вот такая получилась у нас деталь в итоге у нас получается ровный аккуратно кружочек вот эта полосочка если у вас она не получается из одной ткани у меня просто ширина ткани два с половиной метра поэтому я вырезала одной деталью если у вас ширина допустим полтора метра то соединяем две детали бельевым швом это делается следующим образом я уже показывала как это делать наволочки складываем наши детальки лицом вверх прокладываем строчку на ширину лапки можно на пол сантиметра потом выворачиваем и здесь еще раз прострачиваем только уже например не на ширину лапки на сантиметр чтобы это вашего не было видно и получается аккуратно красивый шов теперь мы должны пристрочить вот эту деталь к круглой детали кромку не срезаю всегда вы можете приколоть но мне кажется легче мне легче так шить лицом к лицу начинаем строчить где-то мы сантиметр полтора оставляем это сантиметр оставляем и пристрачиваем по всему кругу нашу просто необычной строчкой сначала потом покажу как срезать лишнее прикладываем не забываем оставить наш хвостик я буду прострачивать на ширину лапки вот этот низ мы так вот чуть-чуть отгибаем на расстояние нашего припуска нашего хвостика почти до конца тоже оставляю где-то сантиметр делаю закрепку аккуратно расправляем нам нужно чтобы наши швы совпали так вот и складываем это длинный наш хвостик отгибаем и вот так вот близко подвигаем его вот сюда ко второй нашей части нашему хвостику вот так вот я прогладила чтобы видно было где наши линии и отрезаем тоже где-то на сантиметр теперь вот эту вот этот шов мы соединяем прокладываем строчку и обрабатываем край зигзагом чтобы не распускался все я буду обрабатывать строчку имитирующую зигзаг оверлок либо можно зигзагом обработать теперь продолжаем нашу строчку и теперь чтобы эта строчка у нас по кругу не махлилась а также обрабатываем либо зигзагом либо оверлочной строчкой либо на верлоке после этого мы берем низ нашей простыни это у нас изнаночная сторона и наизнанку мы так сначала загибаем пол сантиметра потом где-то сантиметр можно прогладить это но это долго неудобно и где-то на сантиметр мы раскрачиваем так по всему периметру потом мы в конце тут и начинали мы не дострачиваем где-то сантиметр и что потом вставить резинку вот я обработала краешек я его обработала на верлоке так вот будет выглядеть обработанный шов зигзагом тоже аккуратно не видно теперь нам нужно в нашу резинку вставить наш просит резинку мы складываем нашу простынку аккуратно пополам и измеряем вот этот наш полукруг у меня он получился 120 сантиметров такой длины мы отрезаем резинку берем нашу резиночку я на оба конца одеваю булавку чтобы на всякий случай если второй конец проскочит чтобы можно было вытащить и продеваем через наше отверстие так до конца теперь снимаем булавочки и аккуратно зашиваем наш шов либо вручную либо на шейной машинке когда мы зашили расправляем нашу резинку ровненько распределяем по всему ку по всей простыни теперь можно прогладить нашу простынь и на этом простынка готова вот такая вот простынь у нас получилось если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь если не подписались и жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео до встречи